Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. День-год кормит. Хозяйство Беларуси готовится к массовой жатве. Имеются недостатки. Выдаем предписания на их устранение. Как идет уборка урожая. Цена вопроса. За взятку задержана женщина-руководитель одного из предприятий Могилевской области. Общая сумма незаконного дохода могилевчанки составила 6500 рублей. Сколько светит подозреваемой. Единоборство благородных. Сборная страны по боксу готовится к спортивному форуму. Настрой на игры СНГ. Боевой. Едем забирать золото. Когда старт? А также экономическая стратегия, народное ополчение и китайская валюта. Крупный белорусский банк предлагает физлицам кредитки в юанях, что исключают расчеты таким платежным средствам. Ключевой момент – скорость перенятия решений. Президент провел совещание по созданию портовых мощностей. Александр Лукашенко отметил, в январе уже рассматривался этот вопрос. Речь шла о калийных удобрениях. Сегодня и о поставке нефтепродуктов. Раньше основным портом была литовская Клайпеда. Но с февраля 2022-го Вильнюс аннулировал договор о транзите. Тогда объемы оценивались в 11 миллионов тонн. Теперь и логистическая альтернатива – Россия. По сути, мы имеем два возможных варианта. Каждый со своими преимуществами и недостатками. Я имею в виду Мурманск и Приморск. Необходимо окончательно определиться, что нужно – строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий. И немедленно начинать работу. Насколько я знаю, где-то под Ленинградом мы и строим, и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся. Кроме того, следует обсудить проект указа о реализации отдельных видов товаров на экспорт. Прошлый год стал серьезным испытанием для наших экспортеров. Минску пришлось экстренно перестраивать логистику. Сейчас Беларусь намерена переориентировать на порты России около 20 миллионов тонн своих грузов. А вы нам что? В столице с поличным задержана женщина-руководитель. 39-летняя начальник отдела снабжения одного из предприятий Могилевской области решала вопросы с помощью взяток. Пользуясь служебными полномочиями, подозреваемая оказывала содействие коммерческой организации, которая специализируется на реализации пищевого сырья в процедурах закупок на биржевых торгах. Общая сумма незаконного дохода Могилевчанки составила 6500 рублей. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Каждый колос на вес золота. Хозяйство Беларуси готовится к массовой жатве. Для уборочной в июле-августе аграриям понадобится 213 тысяч тонн топлива. 80 из них по распоряжению президента выделены из материальных резервов. Остальное реализуют сельхозпредприятиям по сниженным ценам. К слову, на один комбайн приходится примерно 320 гектаров. Для мониторинга АПК в район ежедневно выезжают правоохранители. Имеются недостатки, выдаем предписания на их устранение. Ну а где уже видим грубое нарушение правил дорожного движения, соответственно, принимаем меры административного характера к должностным лицам, осуществляющих выпуск на линию данной техники. В Беларуси, по последним данным, зерновые и зернобобовые, без учета кукурузы, гречи, хипроса, убраны на 154 тысячах гектаров. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата, медицинские услуги и мокрый асфальт. ГАИ призывает автомобилистов к предельной осторожности в условиях непогоды. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси продлили эксперимент по оказанию платных медуслуг. С августа в выходные и праздничные дни можно пройти диагностику, либо сделать операцию. Условия прежние, а вот список учреждений расширили в два раза. Исключение процедуры для несовершеннолетних и тех пациентов, которые нуждаются в трансплантации. Крупный белорусский банк предлагает физлицам кредитки в юанях. Теперь можно не только открывать текущие счета в китайской валюте, но и заказывать к ним практически любые карточки. Расчеты таким платежным средством исключают дополнительные потери при конвертации, будь то поездка в КНР или оформление соответствующей покупки. ГАИ призывает автомобилистов к предельной осторожности. В ближайшие дни в республике установится погода с грозами и ливнями, из-за чего значительно снижается коэффициент сцепления колес дорогой, что может привести к потере управляемости и увеличению тормозного пути. Следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. С боевым настроем сборная Беларуси по боксу готовится ко вторым играм стран СНГ. Форум пройдет с 4 по 14 августа в 11 городах Синеокой. Широкая география арен, 20 видов спорта и более 6 тысяч участников. О стремлении к победе Елизавета Липеева. Не жалея сил, в училище Олимпийского резерва идет активная подготовка сборной Беларуси по боксу ко вторым играм стран СНГ. Держать себя в форме помогают ежедневные двухразовые тренировки. Под чутким руководством опытных наставников 13 девушек и 9 парней работают над скоростью, точностью и координацией движений. Подготовка идет очень хорошо, плодотворно. Этот сбор сделали более насыщенным, сюда добавили также бассейн. Эмоции от спорта у меня безумно хорошие. Очень хочется занять на СНГ место, какое-нибудь желательное первое. Порадовать тренеров также, которые стараются, которые вкладывают в свою душу, порадовать семью, себя. Не первый год уже идем к цели, поэтому надеюсь, в этот раз все получится. Вперед к победе! Бобруйск представляют Мария Цмык, Витас Горцуев и Мария Пилипенко. Уже 24 июля спортсмены отправятся на заключительный сбор в Оршу, где и пройдут соревнования по боксу. Старт 6 августа. Финал у девушек 11 числа, у парней 12. Тренировки аценсированы у нас в основном на технику и также скоростные тренировки. Разбираем большую выносливость. Бокс для меня – это все, моя жизнь. Я не представляю себя в чем-то другом. Настроены игры СНГ, боевой, едем забирать голода. Художественная гимнастика, легкая, тяжелая атлетика, современная пятиборья, пляжный футбол, стрельба из лука, хоккей на траве. Свыше 1600 медалей разыграют в 20 видах спорта. Зрелищные состязания пройдут в 11 городах Синеокой, в шести областных центрах, а также в Борисове, Солигорске, Молодечно, Орше и Жлобине. Игры страны СНГ – это масштабное событие в мире спорта. Поэтому это для наших спортсменов большая возможность проявить себя на самом высоком уровне с ведущими спортивными державами. Беларусь готова принять больше 6000 участников. Спортивный форум пройдет с 4 по 14 августа. Церемония открытия на Минске арене. Специально к соревнованиям созданы карты гостя, благодаря которым можно получить скидки в музеях, гостиницах, магазинах и ресторанах. Впервые игры стран СНГ проходили в Казани два года назад. Тогда беларусы завоевали 69 медалей и стали пятыми в зачете. Болеем за наших. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Эдемский сад. В Бобруйске в рамках престольного праздника или советинского храма проходит выставка-конкурс цветочных композиций. Представлено свыше 30 букетов, как индивидуальных, так и коллективных. Участие приняли предприятия города, учреждения образования, здравоохранения, культуры и соборы. Каждый постарался на славу. У апостола-евангелиста Иоанна Богослова есть такие слова, которые запечатлены в его соборном послании, что Бог есть любовь и пребывающий в любви к Боге пребывает. То есть это описывает как раз жизненный путь святой преподобного мученица Великой книги и совета. Посмотреть на цветочные композиции можно до 19 июля включительно. С 9 утра до 8 вечера. Адрес Красноармейская, 65. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok